Как это вообще выпустили в свет, в это же невозможно играть, даже мой дед не стал бы это запускать, да, ну и хуета, делаю рефант, короче. Так бы я сказал, если бы был карликом, который ни на что в играх больше внимания не обращает, кроме графона, потому что мамка мне купила RTX 3000 Turbo и теперь я играю только в AAA Projects, типа Far Cry 6 and Spider-Man, но все мы знаем, что RTX это обман, чтобы заскамить гуев, как и то, что на PlayStation есть игры. Поэтому сегодня мы смотрим игру Apocalyptic Vibes, делаем выводы и подчиняем примус. А вообще, если этот видос наберет так нормально лайков и просмотров, то это будет начало цикла видео о малоизвестных постапокалиптических видео, где мы будем осматривать их и решать, что нам вообще надо в этой жизни. Игра вышла в свет совсем недавно, 10 марта 2023 года, до этого она была в раннем доступе. Насколько я знаю, к ней до сих пор выходят всякие патчи и апдейты. Итак, запускаем игру и слышим довольно приятную музыку на фоне. Кстати, почему-то все пункты настроек у нас на русском языке, хотя главное меню на английском. Ну ладно, поехали получается. New Game. И тут нам дают выбрать сложность, хардкор или нормально. Ну, это я пробовать не буду, потому что я лох. Так что выберем нормально, а сохранение не ограничено чекпоинтами. Хотите начать игру в этом режиме, жмем да. Рекомендуется играть в наушниках. Кстати, музыка мое почтение. Такой пост-рок. Кстати, сделана игра на модифицированном движке дума первых частей. Ооо, вы видели? Там было название песни. Кто вообще из разработчиков пишет название песни на экране? Это ж офигеть. Это сразу плюс 100 к респекту. И тут нам показывают Первую мировую войну. Ну, штыки, все дела. Первая Великая война резко завершилась в 1916 году. Изобретение ракетного двигателя отбило желание сражаться у обеих сторон. Оружие, ужасающее своей смертельной мощью, остановило кровопролитие и принесло мир. Настал золотой век в истории человечества. Это были времена удивительных открытий и невиданного развития. Когда люди забыли о войнах, чтобы бороздить просторы космоса, мы стремительно освоили поверхность морозного Марса и атмосферу знойной Венеры. Колонизировали спутники далеких планет-гигантов Юпитера и Сатурна. Это были времена, когда для человека не было невозможного. Он подчинял себе целые миры, обращал суровые планеты в свой новый дом. Времена, когда, казалось, не было конца прогрессу. Слово «человек» звучало гордо! Да. Но что-то пошло не так. Вы не застали этих времен. А зачем тогда все это было? Золотой век давно минул. Вы родились на останках прошлого мира в полумраке ядерной зимы. Блин, как же я люблю постапокалипсис, а! Третье сентября... Оооо! 2000 и непонятно какой 05 год. Около пяти утра. Локация «Перевал». Голова 1. Последнее дело. Итак, закинули нас в какую-то непонятную комнатку. Железная кружка. Керосиновая лампа. Ооо! Тут можно зажигать источники освещения и тушить ее. Не, ну это точно 10 из 10 сразу же. Ооо! Я даже печку смог зажечь. Да, игра выполнена в таком псевдо-ретро-стиле. Вроде бы и 3D-модельки есть, но объекты выполнены в виде спрайтов, которые просто поворачиваются вместе с вами к экрану. Так, ладно, что нам нужно делать? Это что такое? Сейф? Это... Это радио. Оно почему-то выключено. Давайте настроимся на какую-нибудь станцию. О! Музыка, хайдраж, хайдраж. Блин, я надеюсь, мне авторские не кинут за это. Кстати, ну, звук здесь правда очень атмосферный. Смотрите, провода колышутся от ветра. Ладно. Я бы, если честно, здесь и оставался. Никуда бы нафиг не выходил. Смотрите, какой диван, блин. У меня даже сейчас такого дивана нет. Так бы лег на него бы и уснул. Тогда мы не увидим, что будет дальше. Вы челнок, пеший странник, переносящий грузы и информацию через пустоши. Вчера на вашем маршруте вас застала банда кочевых налетчиков, устроивших засаду прямо за перевалочной базой. На ней вы сейчас и находитесь. Вас ранили, ограбили и бросили умирать. Вечер вы провели в канаве, пытаясь не подавать признаков жизни. Только к ночи вам удалось доползти незамеченным до убежища. Помимо вашего ружья, налетчики забрали у вас кое-что более ценное. Важную посылку. Вы должны вернуть ее. Похоже, они еще не уехали. Странно, что эти кочевники не снялись сразу после нападения. Что-то пошло не так или они через чу самонадеянны, чтобы спешить. В любом случае, остаться было для них ошибкой. Ну да. Ох ты ж, ни хренажь, ты ж себе ж ты ж. Какой револьвер. Здесь можно взвести курок и прям так ходить. Я в принципе понимаю для чего это. Прикольно сделали. 2D пистолет даже здесь выглядит неплохо. Так. О, консервные банки. Это нам для Сидоровича. Физика 2D объектов. Вы когда-нибудь такое видели вообще? Ля, вот это точно склад для Сидоровича. Смотрите, сколько консервных банок. Ладно, идем дальше. Что это такое? Типа северное сияние? Или... Эй. Или графический баг? Я так понимаю, смотреть на него долго нельзя. Поэтому не будем увлекаться. Но выглядит красиво. Ладно, с этим не поспоришь. Так, пойдем на улицу. О, еще одна керосиновая лампа. Все источники света здесь, как я понимаю, интерактивные. Что очень хорошо. Так, финка. От кизлярских мастеров. Так, ладно, выходим на улицу. Отсюда и не выйти. Здесь просто склад консервных банок. Вот как он здесь оказался, я не понимаю. Зато мы нашли здесь аптечку. Это хорошо. Идем далее. Так, автор нам нарочито показывает физику консервных банок. Автор молодец. Кстати, сделал эту игру, как я понимаю, один человек. Что это такое? Это чей-то старый респиратор. Ладно, его мы брать не будем. Потому что, во-первых, чужое брать нельзя. А во-вторых, тут дверь не открыть. Итак, что мы видим? Кстати, небо на самом деле выглядит неплохо. Не хуже, чем в GTA 5. А видим мы здесь какие-то заброшенные склады, промзона. Что-то такое. Ух ты ж. Даже доски скрипят. Не, ну звуковое сопровождение здесь реально мое почтение. Так, а куда нам идти? И что нам надо делать? Здесь у нас ничего. Блин, только не говорите, что здесь все здания будут пустые. И ничего нельзя будет даже залутать. Это будет вообще тогда печальненького. Пока что, если честно, это выглядит очень атмосферно. Лучше, чем я думал. А я могу залезть по этой штуке? О! Нифига себе. Ну это уже 11 из 10. Что это такое? Это был чей-то гараж. Спички. Туда нам не пройти. Так, а это че такое? Там что-то лежит, но я не могу никак это взять. Может быть как-то с другой стороны туда залезть? Закрыто на ключ. Так. Значит нам нужно его найти. Еще не время. Ну ладно. Так, о, в подворотне лежит какой-то бомж, у которого есть дробь. Я думаю, она нам в будущем пригодится. Так, нам сейчас с вами нужно найти ключ, но где его искать, я даже представить себе не могу. Потому что никаких подсказок, ничего нет. Может нам туда? Вы идете оттуда. Нифига себе, это сколько он проползто. Так, здесь видимо тоже ничего нет, пустота. Зато нам можно залезть по этим балкам на второй этаж. И убедиться, что здесь тоже ничего нет. А можно туда перепрыгнуть как-нибудь? Пить, нет. Кстати, прыжок здесь такой довольно слабенький. Что в принципе реалистично. Потому что в том же метро Артемка у нас любил прыгать метров на пять вдаль. Так, может нам туда? Не, здесь тоже пустота. Мы можем делать вид, что мы перезаряжаемся. Так хотя бы не совсем скучно будет. Так. Откуда идет источник света, я не понял. Видимо, а, отсюда. Ну тени вышли из чата получается. Ну да. Так, шо у нас тут? Какой-то сапог и опять банки. Автор игры очень любит консервные банки. Ну мы это не осуждаем. Надеть капюшон, дождь токсичен. О, нифига. И правда надел капюшон. Это что, РПГ? Может тут еще и диалоги будут? Что это мы нашли? Пимикан и аптечку. Ля какая милая чайная свеча. Дождь токсик у нас получается. А если вверх смотреть? Не, он все равно не будет дамажить. Хотя капли прям на лицо будут падать. Может быть нам туда? Или мы здесь были уже? Так, тут есть какой-то шкафчик. А там лежит ключик. И мне кажется, это ключик как раз от этого здания. Все верно. А что у нас здесь? Детектор? А нет, это фонарик. Дальность света фонаря можно настроить в настройках. Нифига себе. Это что за аттракцион невиданной щедрости? Так, ладно. Куда нам дальше бежать? Здесь мы уже были. Звуков шагов нет. Вот что напряжено довольно-таки. Ну хотя бы вода нетоксичная. Хотя цвет у нее, если честно, я бы там точно купаться не стал. А может и стал бы. Так, я не понимаю, куда здесь нужно идти. О. Ага. А вот и переход на следующую локацию. Которую я нашел чисто случайно. Так бы я, наверное... Мне кажется, или там кто-то стоит? Так бы я, наверное, его час искал. Давайте пройдем тут так. А тут можно сохраниться? Сохранение. Новое сохранение. Угу. Что-то мне подсказывает, что сейчас отсюда кто-то вылезет. Мутанты. Всякие гады. О. Это что, стелс? Ну давайте попробуем. Да, это было в принципе несложно. А почему я его не могу с... А, все, залутали. Здесь почему-то нужно какое-то время ждать перед тем, как залутать. Мертвеца. А вот этого гада я бы на самом деле шлепнул. Ах, как мне... Все, минус. Кстати, стрельба довольно приятная. Не скажу, что она очень реалистичная, но... Не вызывает какого-то дискомфорта. Ну, хрена ж, тебе ж. Аккуратно. Так, мы сейчас все патроны так потратим. Видимо, не надо было стрелять в того чела. Давайте сохранимся, на всякий случай. Потому что игра, как я понимаю, довольно хардкорная. Так. Давай, вылазь. Чипуля. Ой, блядь. У меня осталось пять патронов. Ладно, пока что мы живем. Может, здесь есть? Да, отлично. И ключик даже какой-то нашли. Слушайте, мне эта игра очень нравится. Она атмосферная и даже затягивает. Типа, мне реально интересно, что будет дальше. И атмосфера такая нагнетающая. Словно я играю в какой-то билд сталкера в один из первых. Так, слушайте, я думал, здесь хотя бы что-то залутать можно будет. Интересно. Там мне дали только патронов, которые я даже не восполнил. Обидно, блин. В окно выпрыгнуть нам тоже не дают. Это что, гильзы? Офигеть. Даже в нынешних играх такого редко встретить можно. Это что было? Так, давайте-ка мы пофиксимся. А кто меня вальнул? Я не понял. Это типа с этой высоты упал и все? Ага. Там еще стоит. Я тебя видел, гад. Вылазь. You are dead. Я знаю, что я дед. Но зато со второй попытки нам хотя бы включили музыку. Сколько ж вас тут? You are dead. Ладно, я думаю, на этом мы сегодня с вами закончим. Если вам понравилась игра, то поддержите разработчика на страничке стима. Там можно купить эту игру и написать отзыв. А мой отзыв будет сугубо положительный. Хоть меня и тут и мальца какого-то валят. И патронов не хватает. Но, видимо, это так и задумано. Все-таки это хардкор. Такова сэлеви. Сам проект очень интересный. И я бы ему поставил 8 из 10. Там вагончики.